Детонатор Живление Есть картинка Готовый Все, я полетел Бывает так, что какому-то деятелю просто попадаешь в нерв В такое нервное сплетение И Андрюша Луганского бомбануло Мне в трим попадается Беспалый, который говорит, что это я Вам военные про меня писали Это я придумал вот эту вот штуку управления Дистанционное управление, РПГ И сидишь из окопа, там что-то нажимаешь И я говорю, я в этом ничего не понимаю После этого я всячески сторонился этой темы Никогда не обсуждал И в принципе в чатурлетке, если я видел, что он попадается Я его откровенно переключал, потому что я не хочу И это вот все обсуждение по новым Мне это было действительно не нужно Это честно, это так и есть Чтобы он, скажем так, информационную допомогу сделал Было дело, да И он знал прекрасно, кто я и что я И за меня, что за меня военные просили Писали ему и так далее И я телефоновал ему То есть, когда-то военные просили помочь информационно Андрея Луганского И что он начал делать? Он начал подлогатить С моей стороны, там не было ни агрессии, ни хамства А с моей? Ни образ Были образы, хамства, агрессия? Почему я так сделал такой выясновок? Ага, почему? Потому что когда я на его стриме, в записи его стрима Переглядав коментари Все стримы смотрят? Я так подозреваю, я не смотрел ни одного его блога стрима Ни одного Я не знал Был шокованный Я был шокованный тем, что он из ленты комментариев Он выбирал чему-то Я из ленты комментариев Что выбирал? Там было очень много про меня позитивных комментариев Ага, и И он чему-то Жодного позитивного комментариев И он же Что жодного позитивного комментария, что? Не лайкнув? Что я ничего не понял? Это он обиделся на меня за то, что я не лайкнул Позитивные комментарии про него или что? Пиздец Я показывал, манипуливал Ну вот такие люди пишут А вдруг вы шпион? А кто вас пускает? Какая кринжатина? А почему нет на западе? Какая кринжатина, боже, мама дорогая Вот Ну как-то так Андрей Гадил подло Он из чата Выбирал Отрицательные, негативные вопросы Совершенно Игнорируя Что-то позитивное, что там писали А позитивного было подавляющее большинство Подождите, а тут У меня к вам пока есть вопросы В том числе Как вас пускают на передок И показывают ли вам новое вооружение? А если вам не положено А как они вас туда провозят? А вдруг вы шпион? А кто вас пускает? Какая кринжатина? А почему нет на западе? Какая кринжатина, боже, мама дорогая Ну как-то так Они, мне кажется, нарушают Они там нарушают Люди спрашивают, зрители тут же Вы меня правильно сейчас поймите, Александр Я вас вижу впервые Я вас вижу впервые Я вас вижу впервые Мы с вами Да Мы с вами Зрители спрашивают Кто может подтвердить? Что за меня войскови просили Писали ему И так далее Писали Про доказательства Я же спрашиваю Доказательства А вот, кстати, доказательства Вот смотрите Это светлодарская дуга А вот моя установочка На 8 стволов Маленькая катюша В лесу На передке А вот это я на форме батальона Азов На полигоне батальона Азов А вот это, например, я Пески Ну, понятное дело, что я мог сфальсифицировать эти все Общаться Вот, например, моя установка Это под Попасной Я привез нашим военным Вот я провожу занятия с нашими военными на передке То есть, главная задача Это вывести нашего солдата Сержанта-офицера Из-под огня противника Что по поводу ваших Вот этих изобретений Вот эти катюши там Ну, я образно, да Катюша там Вот они 4, там 8 стволов Что по этому вопросу говорит руководство? Значит, Турчинов Видел бою установку Под Красногоровкой Что сказал Турчинов? Я понял Что сказал Турчинов? Турчинов был в восторге Он сказал своим замам Значит, разобраться в проблеме И, значит, это было Больше двух лет назад С тех пор Ничего не сделал Я понял У меня к вам вопрос, смотрите Вопрос такой Я тоже немножко Немножко такой Очень хорошо, что мы Технать, да Чуть-чуть Чуть-чуть Я говорю, я в этом ничего не понимаю Американцы такое делают Почему Нет таких вещей В массовом производстве У нас же война странная У нас же окопная война Вы понимаете? Я понял Я ничего не понял По вопросу Почему другие Такого не делают? Почему другие страны Такого не делают? Потому, что у них нет Такой странной Окопной войны А, они не готовы К такой войне Ну, конечно же Ну, представьте себе Я вас не понял Я думаю, что Американцы Давным-давно Такое разработали Разрабатывали И разрабатывают Это же Почему-то они такое Не внедряют У меня есть такое Подозрение Что тут есть Какая-то такая Недоцильность То, что Скажем Пытаются придумать В наших Скажем так Коллективах Я ничего не понимаю Почему вы не обращаетесь К Бирюкову К Министерству обороны А зачем Вы можете себе Представить чиновника Который будет Вот Ехать на машине К себе Там, например На работу И думать Боже мой Что бы сделать Такого Скажите мне Фамилию этого чиновника И к Бирюкову Обращайтесь Как минимум Очень часто В жизни Встречаются люди Которые Обманывают Нет, не обманывают Которые создают Такие вещи Которые нужны всем Эффективность которых Зачастую Под вопросом Я не знал Был шокованный Я был шокованный Тим Что он Из ленты Комментарев Он выбирал Чемусь Я из ленты Комментарев Что выбирал Там было Дуже багато Про меня Позитивных Комментарев Ага И Вин чемусь Жодного Позитивного Комментаря И Шо Жодного Позитивного Комментаря Шо Не лайкнув Что Ни в чём Не понял Это он Обиделся На меня За то Что я Не лайкнул Позитивные Комментарии Про него Или что Пиздец Как показывал Манипулировал Что Ну вот Такие Люди Пишут А вдруг Вы шпион А здесь Андрей Тоже Демонстрирует Подлость Он Вбрасывает Ну Явную Глупость Про Лайки Под Комментариями И Потом Ж Играет На Том Что Он Вбросил Зачем Андрей Гадил Тому Чем Я Занимался Потому Что Один Простой Простой Логичный Ответ Андрею Луганскому Серебрянскому Это Было Невыгодно Соображение Его Личной Выгоды Гораздо Важнее Чем Интересы Наших Военных Чем Защита Жизни Наших Военных То есть Главная Задача Это Вывести Наших Солдата Сержанта Офицера Из-под Огня Противника А теперь Друзья Посмотрите Во что Превратилось Во что Развилось То Против Чего Выступал Андрей Что Он Старался Обосрать Посмотрите Пожалуйста Я Продолжу Займатися Дистанційно Керованою Зброєю И Зараз Електронная Плата Безпалого Это Бренд Ця війна Вона Характеризуется Дуже Активным Застосуванням Ивпі-відронів И Вже Світ Ніколи Не буде Таким Як До Повномасштабного Вторгнення Росії Тобто Війни Вже Не будуть Такі Як Були Друкується Все Нестандартно Форме Те Дорого Робити На Термопласт Автоматах Тому що Треба Форма Все Маленьке Кріплення Щось На Осколки На Уламки На Боєприпаси На Скиди Друкується На Принтерах Він Гнився Ми його Сняли У нас є готові деталі Це Боєприпас Наше Власне Виробництво Один Із Боєприпасів Саме Це Осколковий Вага Його Десь Півтора Кілограма Виходить По-різному В залежності Від Матеріалів Які Використовуються В залежності Від Ціле Які Виявляють Пілоти При роботі Використовуються Різні Боєприпаси Якщо для піхоти Це осколкові Якщо для техніки Це кумулятиви Якщо для укриттів Тобто криті окопи Або бліндажі Це термобари І фугаси Треба ще перевірити І потім Підпаяти Живлення І завершити Корпус Цих Плат Скільки етапів Має пройти Кожна плата Щоб виконати Всі Дуже багато Ми рахували 21 етап Самими ефективними боєприпасами Це боєприпас Який керується електронікою Зараз І тому була велика потреба В платах ініціації Тобто це плата Яка Ні в якому разі Не повинна Зробити вибух боєприпаса Коли він у наших військових Ну коли на нашій базі І обов'язково Привезти до дії Боєприпас Коли він потрапляє у сіль Вже запаковано Воно поїде на фронт Щоб зробити цю коробочку Скільки днів знадобилось? Ну реально Дня 3-4 Хлопці Які пройшли через окопи Через обстріли Через поранення Через контузії От тут у нас сидять бійці Солдати Які через все це пройшли І як він З яким піднесенням З яким відчуттям Він робить Оці плати Які будуть знищувати Отих оськів Які його Намагалися вбити в окопах